салют он и колбаса сегодня гуляем без малыша сегодня задолбал честно сказать я первым поздравляю чем не дальше даю уже чуть-чуть дорога подсохла можно уже более менее гулять а то тут нет три-четыре назад выходил по этой дороге так грязище страшный было снег считаю ну солнца не было так сейчас более-менее уже красота почти весна вот такие собственно говоря веселые известия ну правда грязь еще есть конечно могу показать тут дошли тут до дороги секрет тут по ней кстати машины ездят он еще одна едет тут же блокпосты стоят сейчас всю пасху будут стоять блокпосты ну и собственно говоря тот кто мозги имеет через центральные не ездят дороги чтобы на ментов не нарываться и соответственно ну давай попасть но вот я горю эти дети подключаются там тысяч подписчиков за имеет и уже счастливы что у них могут быть живые трансляции я единственное тут дня четыре назад с одним человеком общался ну вот с ним более менее интересно было говорить там было хоть о чем а то эти извиняюсь малолетки как они себя сами называют подключаются и не бэ не мэ сказать не могут только хихиха ха ну мне так смеяться я один могу мне собственно говоря не интересно дар кто такой даров я не знаю это типа здорово что ли даров да ну я такого не слышал сокращенно здорово здорово ну даров это совсем уже почти половина букв от слова здравствуйте проглочено да 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 это кстати беда я вот иной раз поражаюсь то что мне там в комментариях пишут ну ладно возможно там литовцы которые действительно по-русски там плохо говорят там где ты может во дворе ну ну или в каком-нибудь там населенном пункте живу где там преобладает там поляки или русские они как бы он вот смотрите вот дошли сейчас до места вот идиоты на дорогу набросали этих веток и как мне здесь пройти теперь я-то пройду а как моей любимой колбасе пройти сейчас сумка я чуть разгребу себе ну если вы тут попилили это здесь просто все было завалено они тут накидали от этих ездят на квадроциклах и на этих гоночных для как они по преодоленной местности такие мотоциклы спортивные не бритва я забыл как они называются ну по пересеченной местности там с такими узкими шинами с большими протекторами вот так от них тут ну а еще для них это преград что вообще ерунда так что-то написал прогуляться да я постоянно гуляю я собственно с собаками гуляю каждый у меня единственный выбор или вот снизу одной это моя любимица не зовут умка мопс вот или вдвоем с ними есть еще русская гонча но с ней гулять это катастроф не у недаром гонча назвали она постоянно куда-то хочет убежать и все запахи все какие-то что-то где-то роет что-то где-то нюхает вот и причем как ей вот в голову стрельня так она их бежит и я так раньше с ней но ходил без привязи так народ жаловался тут если встречный почему собака без намордника ну стал одевать намордник она кругами вокруг носится все равно молодой ему тогда вообще около полгода был с небольшими 9 может месяц вот так вот 8 ну и народ тоже опять взбухал так я купил за 40 евро такой поводок автоматом на 7 по моему метров ну или 5 или 7 вот врать не буду по-моему 7 длины ну и кончилось дело тем что он его сломал в конечном итоге потому что постоянно дух дух рвал вар рвал рвал ну и этот знаете такие как ралет они сворачиваются ну и все дорвал до того что он все-таки его оборвал в конечном итоге он у меня провалялся наверное где-то полгода а вот в ноябре где-то в декабре даже месяцев я так думаю что он валяется я его покупал в магазине правда чека у меня не сохранилась как всегда там ну как как обычно его выбрасываешь хотя принципе я все чеки сохраняю но вот именно на эту покупку что то не стрельнул я его как-то это самое утратил короче но я пошел в магазин у меня там карточка скидок в магазин кстати где икея вот петшоп ну и все так и так здравствуйте вот такая вещь не из дешевых самая самая дорогая была естественно самая лучшая он говорит не может быть огромного так случилось порвалось он типа перегрыз игры да не перегрыз но мы ничего не можем спеть вам сейчас ответить надо отсылать на фирму-производитель ну представителю они сделают экспертизы и тогда уже процесс длился около двух месяцев недель 6 на все звонят а я как раз египте был по писюкова писет как мальчик стать но я смотрю неизвестный номер в египте там роминг очень дорогой я не знаю там 2 евро что или 3 евро в минуту я думаю какой дурак звонит как обычно знаете хотим предложить вам там условия там каким-то кредиты кунг ну какую хрень там или там хотите играть в акции на бирже там или еще как ну всякую ерунду я взял написал но смс что вы хотите я сейчас за границей напишите сообщение они оказывают сообщение читали к они позвонили моей дочери у нее тоже есть карточка скидок в этом магазине ну и сообщили она мне уже по вайберу тогда написал ну я попросил на позвонил объяснил все я вернулся не вернули деньги вот так и в конечном итоге купили мы самый простой поводок двухметровый такой как ремень с парусиной ну и с ним вот ходим и собственно говоря все эти накрутки все это для вот таких собак как у тунка мне еще более менее комфортно она не рвет ничего для таких мощных как там вообще овчарка большая или вот русская борзая это все выброшены деньги потому что не выдерживает эти все механизмы если их и делать делать надо но не из пластмассы это однозначно там из какой стали там из алюминия может быть из алюминия выдержит но никаким образом пластик потому что это все разваливается на ходу хотя у меня там проблема даже была не в самой этой системе крутилки хотя она тоже барахлил застревал несколько раз а порвался сам этот ремешок он был бракован вот ей нравится одной ходить вот когда его нету балбес она просто кайфует ходит ходит все вынюхивает все интересно я никуда не тороплюсь она тоже особо не спешит так что я думаю ей нравится без этого малыша ходить но соответственно мне удобно так ладно я смотрю тут кучу подклю но он как рекомендует всем подряд половина подписчиков половина как правило этим сторонним зрителям но по геолокации в основном рекомендуют литовцам естественно чё там те кто меня не знает ходит какой-то старик по лесу блин болтает по-русски непонятно чего пролистывает ясный перец лучше там на какой-нибудь придурка смотреть там тип как этот вчерашний этот на сегодня я выставил эдвард билл ну и между нами мне так он дебил просто хотя меня тоже некоторые считают не вполне нормальным да но это делали кажется как говорится каждого лично я никому не навязываю себя хотите смотреть хотите нет вот а чем он занимался там этот пранк особенно там этот постановочно это с этим бомжом там когда он там 10 пич дает на куртку мы вообще бредятина полная если хочешь помочь но возьми там возьми какой-нибудь детский дом да реально я хвастаться не буду но мы своей жизни несколько раз детским домам под помогали и так сказать ничего не хвастаюсь есть никаких видосов ничего не снимали ну это вот реально помощь а вот это вот снимать на видео что там хайп поймать как говорится бог ему судья если он считает ну ладно сейчас посидит в тюрьме немножко может переосмыслить свое поведение как есть такая классная пословица бог не фраер он все видит да ну вот девчонку только жалко это опять volkswagen audi конечно две большие разницы она там на полу вроде было и очень зависит еще от удара конечно как удар пришелся но и разного класса машина естественно мне кажется резко было аудио там война 8 цилиндровка может даже 10 у него по-моему там раз 8 8 цилиндров такая зверь машин у меня так несколько audi было это чуть-чуть соображает модель но потом правда на лексус пересел уже и все эти audi для меня уже как это не камерфо ладно там чуть какой вопрос был так если у вас включен google timeline то вы сможете на почту получать статистику пройденного пути да мне по барабану я честно сказать спасибо но не мысль интересная но это у меня там жена там ее подруги вот эта херня занимается у меня тоже лет шесть назад были эти знаете часы тогда только-только они в моду стали входить эти вотчи там и шагометры там они считали шаги там да все это звездер не толком они не считали там типа 10 тысяч шагов надо пройти ну я честно этой херней извиняюсь за выражение не страдаю там молодежь там которому кому там 23 там они вот в эти гаджеты это все это играется все это ерунда честно скажу не не тот случай сколько времени у вас но вообще так я никоим образом не так сказать навязываюсь да и не хочу никого учить но к слову да по-русски сколько времени не говорят это не ну если вы из литвы то вот по литовски опять же да кек валанду это вот более грамотные по-русски говорят который час это вот грамматически правильно а вот как лейку да ну литовцы так и не говорят и по-русски это некрасиво звучит но это к слову отвечая на вопрос я скажу 10 минут седьмого 6 10 так у машка ну давай еще пройдем тут до круга и назад но слава богу хоть немножко освободили кто-то прошелся с этим бензопилой потому что здесь практически вся дорога была завалена этими ветками вот лежит еще одна сосна и можно хоть более-менее ходить спокойно по дороге а то тут беда была тут же было просто какого города из вильнюса в вильнюсском районе здесь 6 километров от города я живу ну от городской черты я про вас не забыл хорошо а чё в каком контексте то но я забыл потому что я честно по этим аватаркам не совсем всех помню там основных моих так сказать подписчиков то постоянно на эфир подключается как я знаю конечно по именам знание ну вот конкретно это каком в каком ключе не забыл то денег я вроде никому не должен так что в этом плане о придурки это то есть они и я извиняюсь часть дороги они так сказать почистили а часть сейчас я покажу это какие-то посмотрите вот поперек лежит это одно дерево да это одну дорогу перекрыли потом специально он второе здесь вот развилка я сейчас покажу просто это вот вот одно дерево перекрыто да туда пойдешь там дальше еще одно дерево вот и здесь еще одно дерево перекрыто и там поперек там как бы главная дорога тоже наполовину перекрыто но пройти там как бы можно сейчас я поближе подойду но мне так дебилы кончено вот это какие-то хулиганы здесь что же уже потому что это видно что намеренно сделано было вот смотрите о это поперек дороги лежит одно дерево там дальше второе а еще дальше там я сейчас увеличу третье увлите о о палец мой вот и пальцем еще одно дерево лежит так уменьшаем уменьшаем так не набрало так я вам а снял дуэт стуль роберт роберт лайм ну ясно что снял дуэт да но видишь по поводу дуэтов ребят тут такая песня сразу говорю значит вот то что этот тем когда артем с эстонией сталина по моему я с ним ну переписывал так ну ему просто повезло сразу говорю это алгоритмы тик тока работают настолько непредсказуемо что вот на моем так сказать веку было несколько раз что вот видосы которые я уверен что они там наберут но по крайней мере несколько десятков а может там и сотен просмотров нифига не выстреливают а выстреливает тот на который ты так сказать и не рассчитывал но это не касается вот этого видео который набрал 24 ну почти два с половиной миллиона потому что это был уже ремейк видео я уже снял такое же самое видео раньше и она набрала около миллиона там 965 максимум причем интересно оригинал первый набрал там около 100 тысяч потом я его через полтора по моему месяца продублировал или через два даже так стать тек токи можно сделать и многие блогеры они не заморачиваются на новые видосы вот миллионники они или переснимают старые видео свои которые там самом начале были вот или вообще просто перее перезаливает новое видео и рекомендуют ну и чтобы разрыв был между первым и вторым видосом перезаливом там хотя бы три недели лучше месяца или полтора то есть это практика обычно но я как раз был вот в отпуске на море и решил снять не в такой вот погоде серы а уже там как бы с пальмами там с морем ничего неплохо зашло я считаю все таки от антуража тоже много зависит так сказать людям было интересно я думаю смотреть еще из-за того что как бы кругом снег лежит а тут феврале бабах какой-то старикан блин на пальмах до снимает досу плюс еще я его чуть короче дело потому что у меня была оригинальная 8 и 8 по моему секунд а этот 7 и 4 очень много зависит вот такие видео которые залетают обратите внимание она никогда не бывает больше 15 секунд редко очень редко видео там но полминутная это уже должно быть какой-то супер пупер самые залетающие видео они все равно 6 7 8 секунд потому что у тиктока самый главный показатель это удержание аудитории именно сколько у тебя в процентах людей посмотрит видео до конца или хотя бы 80 процентов видео досмотрит и он анализирует это и начинает рекомендовать его дальше ну я как батик токи могу болтать часами потому что я этим довольно таки профессионально интересуюсь да много чего знаю про работу алгоритмов вообще про съемки там про что и по моим видосам там что иногда я какую-нибудь ерунду снимаю там ребят ну не смейтесь это просто эксперимент ставлю и все посмотреть как и чего-то сказать отрабатываю разные технологии так ладно сейчас посмотрю там какие-то вопросики вроде были если люди не которые задавали иногда бывает я болтаю не читаю человек это лопачи дальше так грибу вне ну сейчас грибов нет какие грибы грибы съели осенью грибы будут первые грибы где-то в июне появится в лучшем случае здравствуйте здравствуйте так я ну отлично что нет вот поэтому ладно я продолжу чуть по тикток туда если вопросов кроме грибов никого ничего не интересует и все собственно говоря и вот темка снял со мной дуэт у меня видос длился я говорю 7,7 секунд он чуть-чуть его обрезал и снял свое продолжение да у него в результате видео получилось ну где-то я думаю где-то 11 секунд и вот удивительно что его видео со мной набрала 1,3 миллиона просмотров хотя сказать видео было почти в два раза длиннее чем мое но и за счет того самое интересное да еще один какая фигня это очень важно кстати он только открыл канал и он снял первое видео вообще на этом канале тик ток вот для вновь открывшихся каналов это еще вам один лайфхак стать он дает как бы форм то есть даже если у него удержание будет хуже чем вот скажем мое оригинальное видео да он все равно будет давать на продвижение зеленый свет из-за того что это первое видео и он тик ток просто алгоритма дуреет и он думает ну теперь тут вообще там супер пупер блогер там новый там беля лишь этот или там ну в общем кто-нибудь из самых-самых крутых блогеров и теперь порвет там всю эстонию чудес то нету в результате этот видос у него вот 1 и 3 миллиона набрала он набрал кстати из-за этого видео больше подписчиков чем даже у меня то есть ему буквально поперло что за месяц у него 14000 с лишним подписчиков у меня на тот момент был 12 половиной вот все эти видео которым последующие снимала они там 500 300 него там тысяч ну может пару тысяч набирали ну то есть вообще ни о чем вообще у тик тока вот как можно определить так сказать тик токер снимает более-менее хорошее видео или ему просто так сказать повезло это по этим видосом то есть вот у меня на канале сейчас 14 тысяч подписчиков да вот если хотя бы сказать процентов 70 80 от числа подписчиков видео набирает то это еще неплохое видео то есть моем случае этого 10 там 11 12 тысяч если видео набирает то есть как бы условно все подписчики посмотрели там но видео еще так сказать более менее зашло конечно если видос там набирают по 100 там по 200 по 300 тысяч просмотров то это конечно же супер но вот если там скажем у миллионника канал миллионник до миллион подписчиков а видео набирает там 10 15 тысяч ну то есть извинять видео говно потому что в процессном отношении такие видосы должны набирать ну хотя бы несколько сотен тысяч то есть значит или не те подписчики него какие-то накрученные да и случайно залетевший на канал это раз или просто вот чуваку повезло как этому темки что в первом виде он свои вот там 13 14 тысяч набрал подписчиков а потом жопа будет потом люди начнут отписываться кстати у того же били алилша да на канале у него сначала был 19 тысяч а потом 4 миллиона ой тысяч 19 миллионов был а потом фанаты отписались у него 15 только что ну сейчас вот я последний смотрел где-то неделю в полторы назад так для потому что я об этом как бы клип тоже снял он канал набрал около 17 миллионов то еще 2 миллиона прибавился ну это как бы известным личностям просто набирать клич бросает своих там других соцсетях на том же ютюбе там или в инстаграме там типа вот у меня тикток новый там ну и все народ из интереса заходит подписывается и все и таскать видео прет так ладно там было несколько вопрос сейчас ребят извинить так сколько лет ну во первых на бурдушах мы как бы не пели до обычно обращается на вы но это к слову но отвечая на вопрос мне 58 лет было 8 марта так что я понимаю когда между то сказать своими сверстниками можно и на ты сразу но мне все-таки достаточно приличный возраст и если таскать вы молодой человек то желательно обращаться все-таки на вы ну это мой совет на будущее так сок с березы да конечно с березы к лисичность спускаю и пью и сейчас вот перед отходом попил привет какой-то зеленый конопляный мальчик еще ягоды интересует кстати про ягоды если кому интересно у меня по моему где-то в августе я снял или до в августе начале сентября видео про малину ну кстати но неплохо тогда зашло как правильно морозить малину потому что есть тоже свои небольшие там нюанс и если ягоды у меня вот и замороженные морозильнике лежат и сливы и малина лежит и вишня лежит очень удобно бросаешь и компот можно сварить и так куда-то там вот ну вот я вино иногда люблю попить вместо льда бросаешь холодное вино сразу потом закуска так ладно мы так люблю березовый сок согласен мне тоже очень нравится единственная беда березовый сок это то что напиться им практически невозможно его один раз попил через водой вот ты напьешь сразу березовый сок за счет того что там много глюкозы его пьешь 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 и вот надо просто сказать если не хочешь много пить ему перетерпеть этот момент не тогда все нормально проходит но многие его плюс специально для того чтобы он мочегонный был выходит лишняя вода из организма чистится почки печень соответственно там ну мочевой пузырь на это уже так сказать если чисто говорить о о пользе ну плюс микроэлементы я кстати возможно не знаю тут у нас так сказать диспут с женой там с сыном вполне возможно мы в прошлом году переболели тоже коронкой потому что все признаки были пропадала там и обоняние и кашель было насморк но это было еще в январе феврале когда сказать в мире о нем еще только разговоры шли первым где живу я вильнюсе в вильнюсском районе ну от вильнюса 5-6 километров ну живу в частном доме поэтому рядом лес и вот собака гуляем она впереди убежал сейчас я чуть-чуть увеличу его вот так чуть-чуть сейчас к ней при тоже да ну все можно сказать земляки соседи так чуть-чуть я прибавлю газу а то она обычно она впереди точнее сзади меня идет но сегодня я совсем это расслабился медленно таким боярским шагом и она колбаска но она голодная я еще ее не кормил она ела только утром так что она еще к еде бежит так сделала свои дела там пописала покакала и бежит здравствуйте я заболел корону о блин ну чё соболезнования держись пацан что могу сказать только так ну к слову в рано или поздно мы все равно все переболеем или прививки сделаем я кстати не знаю я автозенок и так я честно сказать не хочу колодц но вот если удастся договориться фазер где найти да то я наверно все-таки фазером я вот уколюсь привет шучнинка привет так что думаете насчет аниме да ничего не думал фанатом аниме я никогда не не был просто я же родился но другое время в советском союзе вы про ссср то наверно только так это школе если там два три слова вам сказали то хорошо у нас японского аниме не показывали единственный какой фильм вот я помню показывали в кинотеатрах это корабль призрак это японские мультипликаторы сняли обалденный фильм стать кому интересно можете забить в интернете я думаю его можно день на ютюбе еще найти ну там интересный сюжет был не на тот момент он снят хорошо был там я ходил на него не знаю раз три-четыре на вообще все все толпой ходили пацаны это был как у 5 6 7 класса где-то 75 76 вот плюс минус 7 7 так что думаете эдварди били ничего не я не ругаюсь но ну мне так он дебил честно говорю хотя конечно меня тоже могут по-сякому обзывать и имеет право каждое мнение но я никогда пранком сам не занимался никогда мне пранк этот не нравился и конкретно о нем я узнал честно сказать только из-за аварии я там подписан одну рассылку и все самые последние новости мне на телеграм-канал кидают его собственно говоря ток произошла авария буквально через 40 минут у меня уже был видос что произошло ну я решил его кинуть собственно говоря снять небольшой такой клипок ну ничего зашел то 13000 там был последний раз смотрю так унка мы идем к озеро сходим так так лучше наверное фазер как не ну так это однозначно американцы если американцы американцы перекололи уже статистику осмотрел что там пятьдесят пять или шесть процентов пожилого возраста фазером они это я сразу на к ерундой не занимается их модерна полу фазер и какая-то еще вакцина сейчас не помню основной это фазер единственный достаток фазер насколько я помню как раз его вот надо до 70 градусов замораживать это не каждая так сказать аптека имеет такую возможность но не каждая поликлиника это главные недостатки его а так там супер новой технологии там на генном уровне они по-моему что-то нафортачили с этим коронавирусом там кусок гены по моему выловили ну я не вдаюсь я сам не не медик не этот химик да биохимик не микробиолог а что это вот то что я что-то край муха слышал вот я вам передаю но за слова таскать я не отвечаю могу ошибаться прикольный контент я как раз говорил об этом что я некоторые вещи чисто ради эксперимента выкладываю то есть вообще в принципе если ты хочешь иметь таскать канал с благодарными подписчиками да то желательно выкладывать контент одного направления и придерживаться но мне скучно этим заниматься я слэрбор вот сейчас покажу в морду моей этой собаки второй сейчас смотрите о это русская гончи я сейчас ее не сделал просто да устал с ней я уже объяснял с ней гулять последнее дело на постоянно как дуры бегает туда-сюда ты я его решил оставить тут еще вот две собаки есть ну кому интересно и вот там овчарка без мы умки давай к озеру сходим посмотрим как там лед и назад так сейчас там какие-то были вопросы еще посмотрю секунду ребят так вы откуда оттуда как это бриллиантовая рука хороший вопрос мне нравится откуда у тебя все это откуда оттуда так что там ну по контенту я ответил я думаю более-менее чего путин убийцы ваше мнение можно ой здоров старый здоров молодой я не знаю мое личное отношение к путину скажу так я его не люблю это несмотря на то что меня тут в комментариях особенно патриоты литовцы очень любят обзывать там путинским батникам там ну всякая такая придятельная но это их право ладно я не навязываюсь туполобы хватает везде ребята и в россии тут дураков хватает и в литве везде хватает и в америке что мое мнение ну чё бандит дорвался до власти и так сказать на хапал сколько может и уже так сказать уже карманов не хватает хапать да все офшоры забиты этими деньгами там этих замков понастроил ну человек просто вот сейчас решил чуть-чуть подумать так сказать о следе которую наставит после себя может 68 лет вот озеро кстати лед уже почти весь растаял чуть-чуть чуть-чуть только осталось его вот по этому озеру я зимой кругами тут нарезал рекорд 25 километров вот круг один круг от примерно один километр вот я 25 кругов давал несколько раз а так по утка полетела ребят смотрите сейчас чик все сейчас увеличу это утка точнее сельдень ну я так не орнитолог я в них честно особо не разбираюсь ничего говорили я передаю можете и утка так привет вот поэтому там убийца не убийца ребят но байден блин я скажу в плане этой фразы вот мне понравилось как путина 3 молодец именно что там как в детстве да кто как называется тут так и там тип того но обзывается и я с ним полностью согласен там у байдена руки в крови там вообще не не по локоть а не знаю вот так вот по шее там он весь край тем же самые там работы с обамы в том же самом и раке афганистане там обама жестоков войн развязал там ну это одни из демократа вообще самые воинственные практически все войны они развязывали хотя гонят на республиканцев но вот трамп ни одной войны не развязал много байден бы помолчал говоря уж об этом майдане да если там главный руководитель был байден там и там полтора миллиарда пригрел денег с этим концерном там нефтяным вогут сейчас покажу сейчас я сейчас все увеличу уже две прилетел но ну видно вам хорошо да просто увеличение большое большая все я уменьшил до этого есть хотят потому что чего не пролететь пролетели еще лет и поэтому человеку подходит надежды что я мчат кину а чё им кину мне ничего нету я без этого сам не ну здесь ругаться там я повторять в эфире не буду потому что кстати тик ток не очень благосклонен к ненормативной особенной лексики поэтому не в прямых эфирах не видео материться и там ругаться я просто не советую могут забанить видео это сразу говорю и у меня несколько видео но я не матерился там другие нарушал правила и очень жестко так что ребят кто канал имеет осторожно прочитайте внимательно все правила которые у тик тока и снимайте по правилам если вы хотите канал развивать ну на долгосрочной основе я пару видосов там когда у у лукашенко была вот это вот вся эта фигня да там началась там ну и я там очень классно видео снял оно набирало там под 100 тысяч просмотров почти за три или четыре часа набрала то есть это бомба была но я его обозвал не хорошим словом комдоном да ну гэ впереди вот и все не забанили забанили конкретно этот видос я его перезалил заново чуть-чуть изменил переснял опять забанили все вы оскорбляете личности нельзя ни в коем случае поэтому этому лично опыт и я не хочу его это сказать повторять вообще всех токи много чего нельзя делать там рвать деньги нельзя сжигать нельзя деньги почему-то именно деньги насчет флагов не знаю но вот деньги я знаю конкретно людей тиктокеров которые пытались это делать вообще канал за за забанили так что это мой вам так сказать вот совет так слышали что президент литвы назвал не не слышал я честно сказать литовские новости вообще не смотрю не хватает российских евро не смотрю иногда там и бисея бисим иногда попадает вот поэтому ой но можешь не писать насчет путина и я вообще комментировать не буду через мое отношение к нему я уже озвучил было интересно если слушал так на мотоцикле ездили ну ездил ездил но честно скажу это не моё я велосипедист я с детства ездил на велосипеде у меня гоночный велосипед еще советский кстати харьковский старт шоссе я от него просто балдею ему мне нравится никаких кальнагов там ничего не покупаю потому что на там колодка есть этих не умею два раза падал менял я туплик садил обратно ну и кто если гонщик велосипед он понимает о чем я говорю вот а на мотоцикле я несколько раз ездил два раза упал и раздолбазить все себе все коленки там эти руки блин в крови и был в таиланде как раз еще и в общем не мог плавать так что мои мое знакомство с мотоциклом она закончилась печально до этого еще на молодости на маленьком мотоцикле упал тоже опрокинулся назад на заднее колесо поднялся и грохнуть тоже там отбился все что поэтому не знаю мне нравится машины четырех колесных так вот еще раз подождем прошли тут люди я свою держу он к не ходит вот и собственно говоря мотоцикл отнимаю так ладно привет живешь в фильме сюда я живу вильнюсе ну все наверно там что-то человека коротнул он так очень любит путина решил ему сделать протеже я повторяю я в эфире кому ребят нравится но может читать я эту ерунду читать не так а вот себе думаю покупать кроссовый мотоцикл не знаю я скажу вот мое мнение личное да просто у меня среди знакомых знакомых здесь кстати вот два человека убилось на мотоциклах буквально где-то около 800 метров по главной дороге разогнались тоже моих приятеля убился 18-летний пацан мотоцикле ну и поневежусь и недавно он здесь вот тоже разбился мотоциклист по частям собрали сейчас реанимация лежит да и я не знаю это дурость пройдет лучше машина тот же вот смотрите тот же этот эдвард билдебил врезался на ауди да в поло ну и все полос мятку девчонка в реанимации не знаю выживет или нет а он паразит жить остался да и там только в шоке ну вот вам разница а если бы он в мотоцикл врезался все там размазали бы по асфальту этого мотоциклистом поэтому чем больше машины тем больше безопасность здесь 3 как лица не дано вариант или ты будешь жить или ты будешь лежать вот собственно говоря и все ладно ребята я заканчиваю эфир собственно говоря я уже пришел к дому так что мой совет не покупаю лучше накопить денег купи автомобиль и я скажу вот по моему опыту я сам автомобилист хорошая машина управлять гораздо приятнее чем это однозначно так хочу мотоцикле на механике научиться кататься ну я не знаю ну а чё там мотоцикл автоматы да по моему какая разница что автомат что механик ну не буду комментировать ну хочешь покупай мой опыт на мотоцикле заканчивался печально сразу говорю я предпочитаю автомобиль по многим причинам там и снег и в дождь можно ездить и если скорость тоже можно почувствовать на машине не хуже поверьте и самое главное безопасность жизнь то она одна если ходить это сказать постоянно но рискуя жизнью на том мотоцикле но дело ваше чё рискуйте вечно жить все равно не получится но самому себе сокращать жизнь ну я бы не стал все ребят тут уже пошли какие-то лозунги мне это не интересно давайте ребят адьёс